Кроме внешности-то нету ничего, есть пустота Фу, осталось, знаешь, как-то грустно Плохие новости, мы все умрем, во-первых, да, мы все постареем Есть ли секс после сорока? После сорока лет я стала жить жизнью своей мечты Яркий секс, яркие оргазмы Ты вообще развеиваешь, блин, все мои мифы Во-первых, начнем с того, что Боня — это вруша То есть это человек, который, извиняюсь, хуярил себе в лицо все подряд Какой-то трэш ты говоришь Я сама в шоке Это реально, как ты подсаживаешься на иглу, с которой ты не можешь слезть Это грязь, это канализация засоренная И вот эти отеки вызывают микровоспаление и старость То есть на минуточку ботокс — это яд сильнее по своей токсичности цианистого калия Всем привет! Это топовый подкаст с Анастасией Петровой И сегодня у нас в гостях специалист по естественному омоложению Который помогает стать моложе на 10-15 лет Мария Архипова! Привет! Маша, рассказывай, ты, наверное, ведьма или у тебя какие-то рецепты по магии? Рассказывай, в чём твоя фишка? У меня опыт и сильное желание жить долго, счастливо и оставаться красивой Расскажи, пожалуйста, поподробнее о себе Вот на чём основывается твоя методика И вот этот вот яркий заголовок в шапке профиля Он реально продаёт Все хотят выглядеть моложе, красивее на 10-15 лет Ещё у тебя там написано «без уколов» И без диет — это просто какая-то волшебная формула Расскажи, в чём ты специалист и на основе чего вот эта авторская методика? Ну, на самом деле, это действительно волшебная формула, которая выявила сама своим опытом Я... так получилось, что я родилась некрасивой девушкой Глядя на тебя сейчас, это невозможно сказать Я очень сильно изменилась И при этом базовая моя ценность — это красота То есть одна из базовых ценностей Я всегда стремилась к красоте во всём Будь то интерьеры, одежда То есть по образованию я театральный художник, стилист, художник по костюму Я не могу без красоты жить При этом сама я была некрасивой Вот прям объективно некрасивой И я пыталась всячески это как-то поменять Ну, то есть вот говорят, что это гены Вот у меня наоборот Я не вытянула счастливый лотерейный билет Я наоборот вытянула не самый счастливый лотерейный билет Я всегда была той самой некрасивой подружкой Вот когда мы стоим с подружкой Подходят знакомиться, с ней знакомятся А я яркая, то есть по характеру Я пытаюсь там тоже привлечь А на меня прям даже я как-то раздражаю Потому что ну некрасивая В клубы меня не пускали Вот мы идём, подруг пропускает, меня нет Что ты при этом чувствовала? Да ужасно я себя чувствовала Ужасно Я себя чувствовала ужасно Мне было больно, мне не нравилось моё отражение на фотографиях, в зеркале И плюс постепенно, ну ещё плюс возрастные изменения начались Естественно, я стала пробовать всё И вот ты говоришь, из чего моя методика вывелась? Опыт Потому что я 10 лет сидела на косметологических процедурах Что самое интересное, моё лицо менялось Но что самое интересное, мне казалось Я не понимала, как оно меняется Пока в какой-то момент оно полностью не рухнуло Сейчас я когда смотрю на свои фотографии Я понимаю, что оно менялось ужасно То есть это действительно была такая надутая внешность Адутловатая С куперозом, с опущенными глазами С брыльями, носогубками Это всё держалось за счёт отёка В какой-то момент Я помню, в 39 лет уже Ткани настолько истончились Уже не помогало ничего Ни нити, ни ботокс, ни филеры То есть ты его колешь И оно ещё перекашивалось же лицо Потому что резерв ткани ограничен Прости, я тебя перебью Ты сказала, в 39 лет А сейчас тебе сколько? Сейчас мне 46 лет Офигеть! Я, если честно, тебе думала Ну, 39 Классно выглядишь для 39 Не, мне 46 47 скоро будет Офигеть! И сегодня ты поделишься с нами, да? Какие конкретно лайфхаки? Да, более того, я сейчас хочу начать писать серию лайфхаков Более того, я сейчас хочу начать писать серию подкастов Потому что я выпустила у себя в Инстаграм первый подкаст О том, как меняется лицо, как оно изменяется из-за ботокса И почему это на самом деле не только не омолаживает, но и ухудшает внешность И что это опасно И я получила столько обратной связи То есть если я писала про какие-то негативные изменения во внешности То есть опущение век, отек всего лица, носогубки брыли, которые образуются из-за парализации вот этой вот зоны Ботокс еще вызывает, может асимметрию вызвать Воспаление лимфоузлов То есть кто-то колет его, например, вжевательно Я однажды колола, у меня лимфоузел 4 сантиметра воспалился Да, и отеки на лице, они часто именно за счет того, что блокирован лоб или глаза Мимика искаженная Потому что мимика... Девушки не замечают, это я не замечала Мне казалось нормально, а мимика, она такая, знаете, удивленные такие глаза И вот только эта часть шевелится, на нее приходит самая большая нагрузка И здесь идут как раз заломы основные То есть вот эта часть портится Но девушки этого не замечают Потому что мне многие написали, я колю, и все нормально Я, естественно, переходила туда и видела все симптомы И думаю, вот насколько нужно привыкнуть и не понимать, как ты выглядишь И я была такая же, потому что именно вот те симптомы, которые я очень подробно Побочные эффекты, не симптомы, побочные эффекты, которые я описала Очень подробно рассказала с примерами Именно они у всех присутствуют И именно эти люди мне пишут, что я колю, и все нормально Но я получила еще огромный шквал сообщений То, что у каждой второй головная боль То есть на минуточку ботокс – это яд, который сильнее по своей токсичности цианистого калия Вот никто об этом не задумывается, это микродозы Но он токсичнее цианистого калия Он вызывает паралич И более того, вот этот эффект от него может развиваться Когда парализуются ткани И человек перестает дышать или останавливается сердце Это может до 30 дней длиться То есть люди даже это не связывают И самое главное, оказывается, у многих То есть я это показала как пример, что так может быть Потому что я увидела рилсы у людей, у которых ботокс вызвал аутоиммунные неизлечимые заболевания И мне пришло несколько сообщений, что именно так и случилось Ну это какой-то трэш, ты говоришь Но я вот прикинь тебя слушаю И я тоже делаю ботокс Но я делаю по другой причине, не от морщин У меня очень активный подбородок Если я его не буду колоть, то он, знаешь, в моменте играет Вот сейчас мне тоже расскажешь, можно ли это исправить Можно, это не так Но я тебя слушаю, и я уже понимаю У меня такие мигрени, что у меня даже таблетки не помогают И я себя чувствую 40-летней бабкой Потому что я думаю, что происходит, у меня так болит голова А ты это не связываешь А я это вообще, конечно, не связываю И многие мне написали, обалдеть, у меня началась эта иммунка после первого единственного укола Я с этим не связывала То есть эта тема настолько не освещена И это считается самым, действительно, вот по изменениям в лице Это самая безобидная процедура Потому что он через 3 месяца выводится И если ты занимаешься лицом, ты можешь и асимметрию выровнять, и сухой глаз уходит И веки ты легко можешь поднять То есть прям вот именно внешне То есть лимфоузел там через 3 месяца у меня пришел в норму Но вот если есть склонность к аутоиммунному заболеванию Или те же самые мигрени Причем сейчас расскажу, тоже тебе будет интересно Оказывается, вот этот яд, он вызывает именно со стороны иммунной системы Такие необратимые последствия, которые потом вызывают инвалидность Ну вот смотри, косметологи же это не говорят Ты приходишь, и они говорят Ой, это фейспластика, это всякая фигня Вот уколем, и все будет хорошо Слушай, ну смотри, если ты начинаешь колоть ботокс, ты уколешь 2-3 раза в год минимум Ну там от 2 до 4 раз Он же через 3-4 месяца выводится И ты колешь годами, потому что у тебя после каждого ботокса Лоб все морщинистее и морщинистее Ткань-то атрофирована, она же парализована Туда не попадает То есть это реально, как ты подсаживаешься на иглу, в которую ты не можешь слезть Да, ты сидишь на этой игле, потому что у тебя веки все ниже, ниже Морщины все больше и больше, потому что лобная мышца стала еще более слабой Еще более провисает, ты ее непроизвольно начинаешь, чтобы открыть глаза Поднимать брови, у тебя образуется залом Потому что что такое морщин на лбу? Это не слабая мышца, не напряженная мышца лба Это наоборот слабая мышца лба, которая падает на глаза И ты пытаешься поднять лоб Смотри, многие же говорили, что вот бум, да, был на вот эту фейспластику Что сначала это было классно, потом куча разоблачений Что она не всем подходит С фейспластика? Да Ты меня сколько лет знаешь? Ну, лет пять Я изменилась? Только в лучшую сторону Ну, слушай, ну, может, у тебя такой типаж А вот у меня, например, типаж У меня, знаешь, как сказать, очень мимичное лицо Оно всё двигается И если я не уколю ботокс, оно у меня будет всё играть А если я накачаю, то это будет ещё жёстче Вот есть ли какой-то тип, который мне подходит Или это просто наш миф? Конечно, ну смотри, сейчас я отвечу на твой вопрос Во-первых, вот очень интересно, как у тебя начинает мозг играть И он у всех так Фейспластика не всем помогает Не для меня точно Да, не для меня точно Или там Это же каждый день делать надо Я всё время говорю, вы трусы каждый день меняете Зубы чистишь Вот ты трусы каждый день меняешь Зубы чистишь, да? Улыбку вызывает Ну как так? Хо-хо-хо Я же не буду А грязь изнутри, это нормально А вот всё, что у нас остаётся Наша лимфа, которая не выведена Которая тем же ботоксом заблокирована Филлерами Зажатым животом Это отёки Это грязь Это канализация засоренная И вот эти отёки вызывают микровоспаление и старость Ты начинаешь Твоё тело начинает гореть просто, стареть Если оно там до 30 лет ещё держится За счёт гормонов, за счёт молодости Потом у тебя просто Вот ты как поджигаешь лист Так мы тлеем, а так он просто горит Любой отёк Это микровоспаление Это путь к заболеваниям хроническим, аутоиммунным И к онкологии И это путь к старости Подкасты — это новый трендовый лёгкий жанр интервью, где гость становится с аудиторией ещё ближе Если ты чувствуешь, что тебе есть что рассказать, поделиться с этим миром, ты хочешь ко мне на подкаст, то обязательно пиши «хочу подкаст» и возможно ты станешь следующим гостем Небезопасно только ботокс или вот эта гиалуронка, которая тоже в носогубку вставляет? Давай на твой вопрос отвечу вначале, если мы говорим про твою мимику Во-первых, если у тебя подвижная мимика, у нас действительно мышцы на лице очень зависимы эмоциональны Поэтому любой стресс от стресса очень сильно тоже стареет Вот это вот лишний вес, отёки и сахар и стресс и недосып Вот это вот пять таких мощнейших врагов молодости, это то, что убивает молодость Ну я ещё добавлю сюда алкоголь и курение, да, но это как бы само собой разумеющееся, ну вот они Поэтому каждый раз, когда там девочки, извиняюсь, можно материться? Да Пиздестрадают там по какому-нибудь юноше Девушки, вы себе просто сжигаете, сжигаете свою молодость, свою красоту Вы просто убиваете себя Он живёт и как бы про вас не помнит А вы себе создаёте заболевания, болезни, старите себя То есть любой стресс – это путь в старость Поэтому он вызывает тоже вот эти вот воспаления Очаги микровоспалений по всему телу Так вот, и когда у тебя подвижные мышцы, значит, что-то вот здесь у тебя тревожность какая-то есть Это, кстати, психологический такой феномен именно современной жизни У нас, если раньше человек жил, вот я за свою жизнь увидела столько Сколько, наверное, если взять там 30 человек, каких-нибудь мореплавателей Там сто лет назад, они и то видели меньше Потому что сейчас настолько жизнь динамичная, настолько всё меняется Настолько всё нестабильно, особенно там людям из России То есть, ну, планирование, я вот больше, чем на месяц ничего не планирую И то, мне кажется, месяц – это много Потому что сейчас нужно уметь извиваться, да, уметь быть гибкой Потому что каждый раз новые данные, новые данные Это как и Громарио Повышается, повышается, повышается сложность Ты как этот волк, который ловит яйца Поэтому у нас тревожность – это уже такая фоновая составляющая Она, кстати, не во всех странах есть Есть страны, где она пониженная, где всё стабильно Там та же Япония, да, там другие вещи есть Если мы говорим про мимику, нужно работать вот здесь с головой Тревожность убирать Медитации, понять, что тревожит Тот же психолог найти вот это вот Потому что очень многие разговаривают лбом Я говорю, зачем ты лбом разговариваешь? Ну, как бы, вот я же говорю, да, у меня лоб, ну, редко когда включается А многие просто им вот разговаривают Поэтому я всегда в таком случае включаю тейпы Потому что они не парализуют, но они, во-первых, как бы Создают вот это вот какой-то, типа, каркаса И ты уже лишний раз не пошевелишь лбом Ещё я прошу, ставь в зеркало Разговариваешь, когда смотри на себя в зеркало Это нейроны Через какое-то время, буквально через неделю Ты уже забудешь про это Это нужно тренироваться Вот, например, когда мы мышцы тренируем на лице У девчонок они вообще не включаются Включается всё лицо, кроме нужной мышцы Я говорю, садись перед зеркалом Вот на эту мышцу прямо её касайся, да, которая нам нужна И туда направляй внимание и включай её Через 2-3 дня она включается Это вот мы прям как учимся ходить То же самое, если ты поставишь зеркало Ты поклеишь тейпы, неделю этим позанимаешься У тебя образуется новая нейронная связь Что не нужно шевелить подбородком И ты выработаешь ту манеру говорить Ну, как танец, да, которая тебе нужна Поэтому от этого легко избавиться А если мы говорим про напряжение То ботокс, он ведь не расслабляет Он парализует Я думаю, у тебя напряжение идёт от жевательных мышц Ну, судя по твоей завальной скуле Вот у тебя напряжение вот здесь сидит И оно передаётся сюда Вот здесь вот нужно расслаблять Вот здесь нужно расслаблять Расслабление Я всегда привожу пример Вот ты видела ноги инвалида-колясочника? Это тряпочки, парализованные мышцы А мышцы расслабленные Это твои мышцы, ноги после массажа Разница есть? Да Огромная И вот когда мы ботокс ставим Мы парализуем мышцу Мы блокируем лимфодренаж вот этой зоной Причём, если у нас как плотина образуется в части лица То отёк будет передаваться на другие части Мы не расслабляем эту мышцу Мы уменьшаем кровообращение этой зоны То есть мы создаём себе ещё большие препятствия Для питания тканей лица И для молодости, соответственно Для молодости, соответственно То есть мы ускоряем Пока ещё я молодая Это как бы смотрится ок А с возрастом это уже будет У меня всё хуже и хуже И рухнуло буквально последний год 38-39 лет Это было ужасно А до этого держалась? Ну то есть вот есть резерв организма Это вот как автомобиль Ты купила? Вот ты на нём ездишь Если ты не делаешь ТО Там плохим бензином заправляешь Он какое-то время ещё делаешь Балансировку колёс не делаешь Он какое-то время держится А потом он останавливается А вот тело — это автомобиль Который, к сожалению, нельзя купить Дважды, трижды Один-единственный автомобиль И сейчас ты вот парализуешь часть его А ломается другое всё Ты просто не видишь этого Ну я уже ощущаю Ну вот говорю, головные боли Плюс я поняла, что некоторые мышцы Которые обычно включались Они сейчас тоже не включаются И я такая, вау, что это такое? Это новое для меня То есть раньше такого не было Ну а филеры расскажи Давай сейчас про мигрения Это важно Про мигрения Потому что в Америке ставят ботокс от мигрений Да И вот тут надо смотреть Я не врач Но я знаю, что в Америке антибиотики от всего прописывают Да Мне просто написала читательница Поэтому если у тебя мигрения Я больше чем уверена от ботокса Потому что очень многие написали Что у них это спровоцирует головные боли Ботокс уходит Уходит мигрения У меня написала девушка Которая ставила ботокс от мигрений в голову У неё выпали волосы Вот То есть Ну тоже, видимо, заблокировала, да? Да Питание Ну всё, нет питания Нет активности Мышцы не работают Да Поэтому тут надо смотреть Кому-то это может быть и лекарство Потому что при ДЦП Где действительно паралич И там вот нужно Там по-другому не расслабишь эту мышцу При ДЦП действительно Это может служить как лекарство Ну то есть надо всегда смотреть Вот как антибиотик Потому что Когда уже невозможно Невозможно Ты его используешь Потому что тебе нужно блокировать болезнь Но ты рушишь себе микрофлору Да И потом восстанавливаешься Да Вот тут то же самое Нужно смотреть Пользу И побочные эффекты Если это действительно помогает А больше, допустим У тебя какая-то инвалидность Да То, наверное, это стоит попробовать Если действительно у тебя там Сильнейшие мигрени без ботокса И с ботоксом они прошли Ну достаточно один раз попробовать И ты понимаешь А у тебя наоборот И у большинства наоборот Мне столько людей написало Про головные боли Я, если честно Я писала просто про лицо И про лимфоузлы И чуть-чуть задела вот эту тему И сейчас буду отдельно писать Хочу записать прям подкаст Потому что об этом не говорят Но это очень страшно Потому что аутоиммунные заболевания У нас у всех есть геном И с возрастом могут включаться В геноме функции клетки Которые нам Выключаться, которые нужны И включаться, которые не нужны Так рождается онкология Потому что у нас у всех есть Эти раковые клетки Но в какой-то момент Они включаются И это могут спровоцировать Как раз солнце, радиация Может спровоцировать Яды, канцерогены Да, это может распровоцировать Курение, конечно, очень сильно Это провоцирует Неправильное питание Сахар, да И вот сейчас рак Очень сильно молодеет Вот аутоиммунные заболевания Они тоже есть внутри И вот этот ботокс Он может Он может никогда не всплыть А ботокс может включить И всё Аутоиммунные заболевания Это когда клетки Начинают бороться со своими клетками Ты уже ничего не сможешь сделать Аутоиммунные заболевания Их можно купировать На какое-то время Но они не лечатся, к сожалению Кстати, девушки Напишите в комментариях Используете ли вы Ботокс, филеры Или вы уже на стороне Фейспластики Расслабления Массажа лица Напишите Очень интересно Какой у нас процент Вообще девушек За косметологию Какое уже перешли На фейспластику Слушай, я ещё, знаешь, хочу сказать Вот ты говоришь Фейспластика Тут тоже я хочу Делать поправку Такую, прежде чем Перейти к филерам Лицо Это часть нашего тела Вот как палец Как палец на ноге Как ягодица Нельзя работать с одним лицом Лицо у нас стоит на шее Шея на позвоночнике А это всё на бёдрах Бёдра на стопах Питается это всё Тем, что мы потребляем И переваривается У нас тут целый химический завод Который зависит от гормонов Которые помогают переварить пищу То есть у нас Поджелудочная железа Вырабатывает гормоны Щитовидная железа Вырабатывает гормоны Надпочечники Чтобы у нас переваривалась Правильно пища Допустим, если у нас заблокирована Проблемная щитовидная железа У нас не будет усваиваться железо У нас не будет ферритина Не будет ферритина Слизистая, плохо заживая То есть у тебя комплексный подход Конечно, конечно То есть нельзя отдельно То есть если ты неправильно питаешься Ешь трансжиры Ешь сахар Давай сейчас к этому перейдём Закончим с косметологией Давай, давай Филеры Что такое филеры? Филеры – это гель Гель, который Ну это же типа геолуронка Увлажнение Это гель Он есть в разной плотности Давай мы разделим Смотри Мезотерапию И филеры именно Такие тяжёлые Мезо – это как биоревитализация Да, ну это мезо-биоревитализация То есть там геолуронная кислота С витаминами Они в зависимости от коктейля По-разному называются Это две разные вещи Я сейчас про них Про обе расскажу Потому что они принципиально разные Если мы говорим про филеры Это тяжёлый гель Когда его ставят Мышца слабая Начинает падать Образуется вот тут обычно Вот тут уже ничего не держится Вот тут всё падает Держится Опять-таки Если мы немножечко Включим нашу фантазию Посмотрим чуть-чуть глубже То наши мышцы Ведь кожа лежит на мышцах А мышцы лежат на костях Правильно? И в первую очередь Об этом тоже никто не говорит Или сейчас только начали говорить И говорят очень мало У нас деформируется От осанки У нас деформируется череп Например Зажимаются жевательные Уходит вот эта челюсть назад Лицо удлиняется Здесь не на чем держаться Оно становится плоским И вот это всё падает Как то И вот здесь второй подбородок образуется Как только ты расслабляешь Жевательные И расслабляешь кости черепа Уходит напряжение Кстати, уходят все морщины Раскрываются глаза Челюсть возвращается назад Поднимаются скулы Глаза перестают заваливаться И всё У тебя лицо Его даже колоть не надо Даже можно мышцы не качать У тебя череп И причём-то легко исправляется То есть я постоянно показываю эти примеры Как только мы ставим на место Кости черепа То есть вот из этого лица Становится вот красивое Это модельное лицо Вот это вот всё уходит То есть тебе не надо Не колоть какие-то Вот эти углы джоли Они естественным образом Тебе надо чтобы Ну это вот как Вот смотри Я сижу вот так вот Я раз расправилась Не знаю, видно меня, нет Вот складки Это всё то же самое Это обычная геометрия Обычная, не знаю Как физика, геометрия Объёмная Геометрия тела Да Вот тут то же самое Так что происходит Ну, во-первых Костная структура Изменена Ну, как я уже сказала Чаще всего уходит Сюда челюсть То есть лицо плоское Становится И оно Это миллиметры Ну, дьявол в деталях Да Вот это лицо удлиняется Заваливаются глаза Скулы Да, потому что центральная кость Уходит И вот эта центральная челюсть Максила она называется Она тоже уходит вглубь Дальше мышцы сами дряблые Ну, то есть они теряют свой тургор Потому что молодость уходит А что делают девочки? Ну, это, как правило, всегда набор Здесь у нас ботокс То есть уже отёк Да То есть и так уже Они утяжелены отёком Кровь не поступает То есть мышцы не питаются И они ещё туда Запикивают филлер А филлер Он раздвигает Вот эти вот слабые волокна Заполняя их То есть он не растворяется Он просто вот как вот Берёшь туда раз И сюда гель И у тебя получается Что эта мышца Ещё больше растягивается Пока она держится За счёт филлера Но она Филлер же утяжеляет Плюс он блокирует Полностью пережимает сосуды Самая частая побочка Это купероз Сосуды выходят сразу Самая частая Вот у меня вот здесь Всё было в куперозе Следующее У тебя мышца Ей же тяжело Она и так слабая Она ещё больше Начинает растягиваться Этот филлер Начинает стекать Ещё миграция филлера бывает Отёк Потому что сосуды Пережатые Лимфой кровеносной То есть лицо становится Вот если ты посмотришь Вот ботокс на филлерные лица Это всё равно такой блинчик Такой надутый И губы надутые Почему губы надутые? Потому что Мышца же вытягивается Череп вытягивается И вот это вот падает И губа становится верхняя Тонкой Её же не хочется тонкой Её так надувает И она так выворачивается Вот это обычно Очень-очень Стончена Зона Сюда ещё филлер Потом подкалывает Чтобы её не было Она ещё больше проваливается Скулы вот сюда То есть это вот прям Такое классическое лицо Вот эти скулы Вот с такими резкими штуками Вывернутая губа И вот эта часть удлинённая И всё ещё с куперозом Это и с отёком Вот И самое интересное Что филлер-то Он не выводится Он не такой токсичный Как ботокс С этой точки зрения Он менее опасный Но он больше старит лицо Потому что Слабая мышца И так Утяжеляется ещё больше То есть вытягивается К этой мышце Меньше приходит Сосудов с кровью То есть Меньше питания Больше отёк То есть Ну вот это Ты как просто ходишь И с чемоданом ходишь Вот так же твои мышцы Чувствуются с филлерами И самое главное Филлер-то не выводится Как говорят Что они выводятся Через год-через два Сейчас уже стали Об этом говорить Ну косметология Достаточно новая Сфера Как в медицине Вот те же филлеры Делают рентгены Есть десятилетние филлеры Лежат По пять лет Филлеры лежат Они не выводятся Вот я вывела Все филлеры За счёт массажа И гимнастики То есть у меня Где-то ну год Они выходили То есть это реально Реально Ну ты как Ты начинаешь массировать Ты во-первых Разминаешь Вот эту гиалуронку Во-вторых Туда приходит Кровь лимфа И оно выводится 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 Постепенно-постепенно Ты выводишь это Но тут у девочек же как Они когда начинают выводить Отёк спадает Лицо падает Потому что вода ушла Мышцы и кожи Ещё не успели подтянуться И лицо сразу падает И у них начинается паника Что я постарела Зачем нет гимнастики Что типа фейс-пластика Не помогла Да Не помогает ещё хуже Ещё же начинает прыщить Потому что вот этот весь мусор Кожа у нас имеет Функцию Выведения Начинает это всё выходить Через поры Инфекция Ещё обсыпает лицо Ну то есть вот это всё Извиняюсь дерьмо Которое было в лице Она начинает отовсюду выходить И лицо сдувается Вот тут главное подождать Продолжать заниматься Где-то через месяц Это всё начинает подтягиваться У меня масса примеров Более того у меня даже есть Директор косметологической клиники Она 15 лет Филеры, ботокс, нити Всё кололо И у неё тоже лицо упало Причём прям сильно Потому что она надутое была Ну и старая, и надутая То есть И ей всё такие Подкали что-то Это на себя не похоже И вот она говорит Я сижу А я ну прям терплю Никому ничего сказать не могу Это её бизнес И вот через два месяца У неё раз Всё подтянулось И кожа засияла Всё И вот я вот У меня прям есть этот кейс Я его часто показываю Периодически у себя в блоге То есть там небо Там как пластики Мы тоже можем показать это В пластики Конечно Я обязательно покажу Я прям вот эти Ну покажу результаты Да И как я выглядела Ну вот обязательно Вот И сейчас подъедём К мезотерапии Да Вот я реально попадала В такой период Да Я тоже пробовала фейспластику И видимо Я действительно пришёл Когда у меня всё Начало падать И я такая посмотрела Фейспластика Не для меня Срочно побежала К косметологу Классика Классика И подумала Ну кому-то Я знаю девчонок Я знаю тебя У меня есть подруги Которые занимаются Кожей реально натянутой Светлой Я думаю Ну вот как бы Это вам подходит Классно Но как бы Не для меня Но вот об этом Не говорят Я вот об этом говорю Я сразу предупреждаю Особенно девчонок Кто после косметологии Девочки Во-первых У вас замылен взгляд Вы уже себя не видите Адекватный Второе Вы не знаете Как вы можете выглядеть Без косметологии Ну слушай Ну это реально Что ты вот Колешь-колешь-колешь А потом занимаешься Два месяца Через месяц Ну знаешь Не через месяц Смотри У тебя где-то неделя Ты начинаешь У тебя выводится отёк А где-то самое большое С первой по третью неделю Всё падает Всё То есть лицо Прям как будто бы Ты знаешь Прошла войну Голод Я прошла афганскую войну Да-да-да То есть там Тебя не кормят То есть всё висит Ну потому что Представляешь Это всё у тебя было надуто А потом всё слилось И кожа же Ну 30 дней надо Чтобы кожа полностью восстановилась И потом ты начинаешь качать И где-то Ну где-то через месяц У тебя уже всё подтягивается И потом это накопительный эффект И вот Ну ты вот У меня 5 лет знаешь Ты говоришь Я в лучшую сторону занималась Я моложе не стала 47 лет Знаешь Как климакс не за горами Молодая была А нет молодая Но как бы Я с каждым годом Действительно выгляжу лучше И ты реально Ничего не колешь Это старит Я каждый день Более Ну я кожа уже А губы хотя бы Подкалываешь Какие губы Ты что? Ты что? Ты что? Ну они ниточками станут Ты сейчас шутишь Ну реально У меня сами губы По природе тонкие И если бы я их не подколола Они бы были ниточками И у многих Многие девушки Уже привыкли К своим пышным губам У меня пышные губы Ну у тебя адекватные Твоему губу Ну мышца рта Это та же самая мышца Если в ней нету жизни В ней нету ничего Она станет ниточкой Как ножки паралитика Парализованных Как ножки парализованного человека Слушай, ну а Боня Она же Виктория Боня Она так рекомендовала А потом сделала операцию Сказала Это не работает, друзья Слушай, давай Давай я тебе сейчас расскажу про Боню Это моя любимая тема Я прям хочу разобрать ее Потому что у меня аж руки чешутся Давай Во-первых, начнем с того Что Боня Это вруша Ну про мезотерапию Или про Боню? Ну давай про Боню Поскольку у нас филеры идут Еще вот это Их из пластика Во-первых, это человек Который зарабатывает деньги На вранье и хайпе Она очень долго зарабатывала Деньги на гимнастике для лица Рассказывая всем Как это работает При этом она ее не делала Об этом она сама призналась Когда пошла делать подбородок Она сказала Ой, я что-то два года уже не делаю Времени нет Я послушала ее курс Не курс, а как она рассказывала Про свой Что мы с шеей работаем Полчаса занимаемся Я думаю, боже мой Человек вообще настолько Ну как бы Не ведает, что говорит Настолько вот Ну как мошенник Потому что Нельзя работать с мышцами лица Полчаса У тебя упражнение на шее Должно занимать Ну полторы минуты максимум Вот на вот эту центральную часть Ну и минуты на подбородок Две с половиной минуты Полчаса Никто не работает И когда она рассказывала Что у нее комплекс на шею Вот на эту часть Полчаса Ну то есть это явно Ну во-первых Непрофессионально Во-вторых Это профанация И в-третьих Когда она сказала Ой, мне некогда было заниматься То есть она никогда Не делала эту гимнастику Никогда она ее не делала В принципе То есть это Человек Вранье Ну вот как бы Меня прям аж бомбит Потому что Это такая Очень Скажем так Это очень сильно ударило По репутации Гимнастики Потому что все говорят Он больно делал И в итоге пошла пластику делать Так она не делала никогда Потому что Вот этот подбородок Который она сделала Он делается Вот у меня сейчас Девочка пришла За три недели Мы сделали Вот у нее Вот из этого Вот этого зоба У нее прям Все подтянуто Я тоже картинку скину Мы работали при этом Только с осанкой Это очень быстро Все меняется То есть тело Твоё восстанавливается Это первое Второе Она сделала Она показывает фотографию Но вы видели Подкаст Косенко Вот посмотрите Всегда в мимике Самый главный вопрос Который интересует всех Вот если ты откроешь Коментарь Чего Боня там делает Вот тот же Боток Всегда показывает фотки А вы мимику смотрите Там вот так Все в складку Как у Шарпея То есть там вот так Вот все Потому что здесь Образовались фиброзы Здесь залипания Дальше Она сделала Вот эту пластику Из которой она Сделала хайп И свою популярность подняла То есть Человек когда Нечем поднимать Популярность Он поднимает ее Вот такими вот Я считаю Грязными способами Она сделала Целую вообще Историю На этой пластике И таким образом Популяризовав Эту пластику Ей всего Во-первых 44 года Но давайте возьмем Вот опять-таки Вернемся Когда доктор Сделал фотографию ее Она уже была Под наркозом Он стал говорить Здесь была Блефаропластика Здесь была Эндоскопическая Подтяжка лба То есть у нее Уже было Две операции Которые она скрывала И третью Про которую она сказала То есть человек Который продавал Гимнастику У него уже было Три операции Про которые она Никому не говорила Ну про одну сказала Потому что деньги Опять-таки зарабатывала На рекламе этого врача А про эти две Она не говорила То есть получается Есть две операции Которые уже не сработали Правильно? Раз она пришла Раз она пришла на четвертую операцию И тут мы опять переходим К следующему Я операцию делали Вместо четырех часов Восемь И она рассказывает Что вот почему Потому что я делала Здесь РФ лифтинг Я делала Смаз лифтинг И все ткани были склеены Конечно они склеиваются То есть Выясняется Что кроме двух операций Которые не сработали Потому что она пришла Еще на одну Потому что все упало Выяснилось Что она еще делала Аппаратную процедуру Постоянно Нон-стоп При этом продавала гимнастику Которой склеили Все ее ткани И создали фиброз И доктор сказал Ни в коем случае не делай Доктор сказал Смаз лифтинги вот эти Да Потому что это склеивает Это твой коллаген сваривает И нарушает всю структуру Межклеточного матрикса И все У тебя кожа просто становится Ну грубой И там ничего не вырабатывает Там мусор Это уже Смотри мы уже сколько насчитали Да Человек который продавал гимнастику Для лица И тут мы переходим к следующему Сейчас же она наколола себе филеры Потому что у нее асимметричное лицо Хотя у всех асимметрия есть У всех У кого-то более ярко выраженная У кого-то менее Это обычно У меня ярко выраженная асимметрия Врожденная Да Бывает приобретенная Вот ее надо исправлять Врожденная Это нормально Это харизму придает Если мы посмотрим на звезд Там Ирина Шейк Ну очень много Звезд там Нагиев Да Они асимметричные И Это дает им шарма Я вот Ну не стесняюсь Несколько своей асимметрии Меня там пытаются И хейтеры как-то Подколоть Ну думаю Господи Убогие люди Вот Это Это всего лишь Мы Это нормально Ненормально иметь асимметрию Я сейчас еще К этой теме вернусь Так вот Она говорит Я ничего не делала Кроме ботокса То есть она уже выяснила Что сделала пять операций С масс-лифтингом РФ-лифтингом И еще и ботокс сделала То есть это человек Который Извиняюсь Хуярил себе в лицо Все подряд И продавал гимнастику Слушайте Ну это Это просто Ну Во-первых Вот Вот Жалко что это все Безнаказанно остается И при этом Она пиарит Пластику И тут мы вернемся К следующему Давай дальше Раскручивать 44 года 44 года Это еще Девочка Если ты в 44 года Уже сделала Четыре операции Которых мы знаем Постоянно не слазишь С масс-лифтингов РФ-лифтингов Делаешь ботокс И ты делаешь это нон-стоп Что будет в 54 Да Но мы же видим еще одержимость Это же психологическая проблема Это страшная пустота внутри И страшно стареть Потому что кроме внешности А похвастаться-то нечем Кроме внешности Это нету ничего Есть пустота И есть одержимость Вот этот страх старения Но тут для Бонни плохие новости Мы все умрем Во-первых Да Мы все постареем И еще более плохие Что резерв кожи ограничен Это сейчас она Вот это все рассказывает Показывает А мы помним Людмилу Гурченко Мы помним Веру Алентову Прогноз очень нехороший При такой одержимости Ну то есть Я сейчас не могу это говорить Потому что это будущее Но я вот Как вангую Дальше это будет Такой вот клоун Как вот есть вот люди Которые на пластике Они становятся постепенно Такими мемами Фу А стало знаешь Как-то грустно Ну вот Ну ты просто вот логику Вот включаем Просто логические цепочки Да Потому что люди об этом не думают Что ты реально подсаживаешься На все процедуры Ты туда несешь бабки Ты там под наркозом сидишь Это же тоже вредно И в итоге у тебя все равно Нет такого цветущего молодого лица Я больше скажу Если посмотреть на Боню Фотографию до-после Она моложе не стала Она просто стала другой И у нее лицо стало Очень классическое Вот это вот оперированное лицо Которое мы Как Белла ходит Видим Вот это вот И, кстати, Белла сейчас Тоже очень сильно сдает А вторая вот Которая вечно отечная Тоже ходит Как ее зовут вторую? Джиджи Джиджи ходит Она вечно в отеке Да Вечно в отеке Ну вот сейчас я хочу У тебя спросить Про вот комплексный Твой подход Да, совсем Но давай закончим С мезотерапией И перейдем Вот уже комплексный Смотри, для чего Колит мезо Мезо колит в кожу У нас кожа состоит Из трех важных элементов Коллаген Это вот структура кожи Все это называется Межклеточный матрикс Мы все состоим Из межклеточного матрикса Это такая вот Скажем так Структура В которой находятся клетки Межклеточный матрикс У нас есть везде И вот этот Межклеточный матрикс Это как город Как инфраструктура Для клеток Это их питание Обмен Это информация Это Они там Если клетка живет Представим, что Ты живешь в городе У тебя есть кто Приносят тебе еду Куда ты выбрасываешь мусор Откуда поступает вода Вот межклеточный матрикс Для клеток Это Вот этот город Если нарушается Межклеточный матрикс Клетка начинает стареть Даже были эксперименты Молодой мыши Подселяли Старую клетку А старые мыши В межклеточный матрикс Подселяли Молодую клетку Так вот Где старый Межклеточный матрикс клетки старели быстрее, чем старая клетка в молодом. Это вот самое главное, держать этот межклеточный матрикс вот в своей структуре, не ломать её. И это что значит? Что значит, что не делать, чтобы держать структуру? Он должен без клеек быть. Это физкультура. Это обычное упражнение, массажи. То есть, когда делаешь массаж, у тебя лицо сразу поднимается, расправляется, где-то эффект через полтора часа максимальный, и потом он долго держится. Потому что ты расправляешь, вот ты вот убираешь все эти спайки. Ну и всё-таки вот это мезо в итоге. И вот мезо, смотри, вот там у нас есть коллаген, он даёт плотность коже. С возрастом у нас эти волокна всё становится менее упругие, и их меньше становится. Второе, у нас там есть гиалуроновая кислота, она собирает и держит воду, это увлажнение кожи. И третье, у нас там есть эластин, он даёт вот эту эластичность коже. Вырабатывают это всё фибропласты. И они с возрастом, ну как гормональный фон падает, они истончаются, запас их истончаются. В костях это остеопласты, то есть почему кости становятся хрупкие тоже. с возрастом. Так вот, колят гиалуроновую кислоту. Вот давайте сейчас представим, что гиалуроновая кислота, которая собирает воду, это желе. Вот чтобы приготовить желе, мы берём желатин. Желатин, да, вот гиалуроновая кислота – это желатин. Чтобы было желе, вот это вот, что нужно сделать? Время должно присыпать. Воду надо добавить. А, воду. Воду надо добавить. Воду. И когда кожа сухая, обезвоженная, часто девчонки колят гиалуроновую кислоту, чтобы там была вода. Но они что делают? Они добавляют желатин, а не воду. А нужно добавлять воду, а воду приносит кровь. И вот тут мы возвращаемся опять к тому, что нарушено кровообращение, отёки, зажаты сосуды. То есть простой массаж, он тебе вернёт эту воду. Это процедура биоревитализации только эффективнее. Конечно, потому что, скажем так, до 40 лет гиалуроновой кислоты достаточно. Более того, если ты колешь гиалуроновую кислоту, когда у тебя обезвоживание, вместо того, чтобы разбираться, вот здесь убирать блоки, шею разбирать, жевательные разбирать, налаживать кровообращение лица, ты ещё-ещё колешь туда, у тебя организм такой, блин, у нас что-то дохрена гиалуроновой кислоты, мы не будем её вырабатывать. И выработка своей гиалуроновой кислоты блокируется, не вырабатывается. Понимаешь? Своя не вырабатывается, и ты опять старишь кожу. Но если у тебя действительно мало этой гиалуроновой кислоты, это с возрастом, это после климакса уже. Либо если ты сгорела на солнце. Солнце сжигает... Вообще, вот, девочки, кто меня слушает, я прям призываю солнцезащитные крема, шляпы, очки. Солнце, оно если попадает в клетку, оно уже всё, оно не выходит от радиоакции, оно вот копится, копится, копится. И, а если прям солнечное, ну прям яркое солнце, такое, ну вообще, если любой загар, это сжигание до 80% вот этого межклеточного матрикса. Я вот, я помню, в Африку ездила, я за две недели постарела, мне кажется, лет на 20. Вот я тогда колола, потому что выжглась вот эта вся структура, её не было. И вот эту структуру, если вы вдруг сгорели на солнце, или вы там позагорали, ну загар это вообще вплоть до того, что там и онкология потом может быть, ну и вообще кожа очень сильно старится. То есть это копится, 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 и вы не вернёте молодость. Вы сжигаете, сжигаете, сжигаете. Даже по телу не рекомендуешь загорать. Вот вообще для витамина D достаточно 15 минут лицо кисти, чтобы выработался нормальный витамин D, солнечно. Ну то есть если ты в Питере живёшь, наверное, там можно почаще на солнце быть. Но вот здесь ты на Бали загораешь? Я вообще не загораю. И более того, я всегда солнцезащитный крем, всегда очки и всегда в тени. Вообще нет. Ни в коем случае. Это сразу же. Это ты просто берёшь вот так и просто сжигаешь себе всю кожу. Она становится дряблой. Я не загораю. Это что, нет? Давай перейдём к твоему авторскому комплексу. Я тебе расскажу, что гиалуроновую кислоту можно колоть, когда у тебя нет обезвоживания. Как проверить обезвоживание? Берёшь, так вот защипываешь кожу. Если у тебя сразу щипок рассасывается, да, вот прям пройтись по всему вот можно, да, то значит кожа не обезвоженная. Если у тебя медленно вот он разворачивается, там несколько секунд, это обезвоженная кожа. То есть не надо колоть гиалуронку, надо работать с водой. Гиалуронку можно колоть, ещё раз повторюсь, в загар после 40 лет, когда уже своя истончилась. Ну, собственно, и если у тебя мелкоморщинистый тип старения, это когда в мелкую-мелкую морщинку. Такое редко бывает, это в основном Европа, Америка, это люди, опять-таки, которые на солнце. Вот мелкоморщинистый тип, это там вот солнечные страны. У нас такие больше отёчные, да? У нас отёчные лица, да. Отёчные либо усталые лица, замученные такие. Вот, но усталый тип старения – это промежуток либо к деформационному типу старения, либо к какому-нибудь мелкоморщинистому, либо смешанному чаще всего. Ну, вот ты сама говоришь, что только лицом не отделаешься, нужен комплекс. Я хочу вот узнать, что надо делать. Кстати, для зрителей мы можем подарить от тебя подарок. Да, можем. Скажи, что мы можем подарить. Ну, давай подарим комплекс для молодого лица. Давай два подарка подарим. Давай. Вначале мы подарим комплекс для молодого лица, где можно вот за 10 минут сделать его и увидеть сразу изменения, просто попробовать кусочек моей системы. Классно. Потому что так-то у меня есть моя система, она состоит из двух частей. Это либо марафон, либо группа индивидуальных занятий, где мы вначале отстраиваем всё тело, вот первая часть, и кости черепа, да, частично, мозговую часть черепа. И второе – это когда мы уже доделываем нашу осанку, уже её фиксируем, потому что важна мышечная память, те же нейроны, потому что ты можешь быть накачанной, но сутулой. А нужно держать это всё. И дальше мы уже переходим к лицу и занимаемся лицом. Там же массажи, тейпы, гимнастика для лица. Моя. Потому что я вот заметила, у меня она собрана из нескольких методик, потому что я заметила, что обычно делают какую-то одну, либо только расслабляют мышцы, либо только качают, либо только массажи. Так не работает. Обязательно должна быть мышца расслаблена, потом накачана, потом поставлена на место, и это нейроны. Вот мы сейчас с тобой, когда готовились, мы делали упражнение, которое включает нейроны, которые расправляют лицо. И вот это вот вторая часть. Но в моём комплексе «Красивое утро» его делаешь, делаешь фото до-после и видишь результат сразу же. И можно через неделю сфотографироваться и увидеть, как лицо начинает просто раскрываться. Для того, чтобы получить этот подарок, обязательно ставьте лайки этому видео, потому что оно реально полезно, и комментируйте. Может быть, у вас какой-то был инсайт, своя история, или почему вам должен достаться этот подарок. После недели, после выпуска, мы с Машей выберем победителя и обязательно вам напишем. Двух, потому что я хочу повторить второй подарок. Но тут вот как раз я хочу рассказать про тело. Как я уже коснулась того, что наше лицо – это часть нашего тела. И если ввести аналогии с автомобилем, то чтобы автомобиль прослужил долго… А вот давайте представим, что корпус автомобиля – это наше тело. Вот его мотор, его внешние параметры. Бензин – это то, что мы едим. А водитель – это то, куда мы едем. Если любая поломка произойдет на любом этапе, то есть в самом автомобиле, либо с водителя нас не туда повезет, в стену, либо мы заправляться будем не тем бензином, автомобиль у нас разобьется. И вот то же самое с моей системой. Это очень комплексный подход. Потому что люди там занимаются гимнастикой, например, чтобы вот эту зону убрать, массируют вот здесь. Но это не работает. Чтобы убрать вот эту зону, нам нужно сесть ровно. Мы, кстати, можем с тобой сделать. Ну, давай вот эти просто… Давай. Это чтобы убрать подбородок второй, да? Ну, давай представь, смодельнируй ситуацию. Просто садись ровно. Микрофончик себе поближе, чтобы тебя слышно. Копчик чуть-чуть вперед. Копчик вперед. Так, теперь перед животом сделай вот так, и у тебя вытянется вот это вот расстояние. Нет, не касайся вот так. Раз, и у тебя вытянется расстояние. Видишь, поднялось вот это расстояние. И живот сразу ушел внутрь и стал плоский, да? Теперь вот так вот плечи сведи, опусти их. И представь, что тебе макушечку тянут вверх. И у тебя прям позвоночник как струна вытянулся, да? А теперь язык подними к небу и прижми. Видишь, у нас сразу же подбородок уходит. И вот так должно быть всегда. А как обычно? Вот так. Шея короткая, вот кольца Венера, да, вот. Или кольца Венера. Вот сидит человек вот сутулый, вот у него наезжают. Трапециевидные, шеи нету, да? Обычно живут тут. Тут горб, который… Особенно после родов, мамочки, знаешь, такие все. Вот сразу трапециевидная мышца, самая напряженная. Горб, который пережимает нам все сосуды, которые идут в мозг. А это блокировка кровообращения мозга. Это гипофиз, гипоталамус у нас недополучают крови. Это нарушается гормональный фон всего тела. Так, погоди, это мы закончили упражнение? Да, вот. И что нужно делать в этом? Просто сидеть? Вот ты можешь так 8 секунд посидеть, расслабиться. Потом опять сделать. Настроились, да? Считаем до 8. И расслабляемся. И вот так ты несколько раз делаешь, и у тебя тело запоминает вот это вот. И ты потом ровненько ходишь, да? И подбородок подтянут. Упражнение много. Я хочу показать просто смоделировать. Да. Потому что одно упражнение, вот, например, если тут, например, начинают массировать, чтобы не было брыли. Ну, смотри, те же брыли. И вот еще часто гиалуронку колют в шею, чтобы не было колец венеры. Кольца венеры от чего и второй подбородок? Вот мы сутулились, шея укоротилась. Вот видишь? Да. Все висит. Дальше у нас ушел... Это первое. Это короткая шея. Второе. У нас напряженный, жевательный. Уходит подбородок сюда. Вот опять висит все. Вот брыли. Дальше здесь у нас поджался сустав, образовался излишек ткани. Вот сюда это все скатывается. Вот опять брыли. Дальше у нас нарушается лимфодренаж. Это все отекает еще сильнее брыли. Слабая платизма. Это мышца, которая прикрывает шею. Она слабая, дряплая. Она еще провисает. Вот уже сколько мы? Пять причин насчитали. И еще вот у нас здесь напряженные мышцы. Вот так вот затягивает. И вот они брыли. Шесть причин. В общем, чтобы убрать брыли, в первую очередь нужно расправить осанку, вытянуть шею, расслабить жевательные и укрепить платизму и расслабить мышцы, депрессоры, которые затягивают уголки губ. Вот у нас сразу овал лица. Здесь что-то колоть и делать бесполезно. Те же кольца Венеры. Удлините шею, поставьте ее на место и укрепите платизму. Кольца Венеры уйдут. И еще очень важно. Наше лицо, оно держится же, крепится же как-то к черепу. Вот кто-то задумывался бы. Ну, фасца. Нет, смотри, наше лицо, вот наши мышцы, например, круговая мышца, она вплетается в мышцы щечную, щечную, скуловую мышцу. То есть она… Они все переплетены. Они все переплетены. То есть, например, мышцы на теле, они крепятся одним концом, двумя концами к костям и сверху покрыты кожей. То есть вот здесь мы можем кожу взять. Здесь у нас фасций нет на мышцах лица. У нас сразу кожа в мышцы вплетается, и мышцы вплетены друг в друга. То есть у нас, например, круговая мышца вообще к кости не крепится. А вот лобная крепится одним концом. Вот жевательная крепится двумя концами, поэтому они изменяют череп. Это только жевательная. И они поэтому влияют на форму черепа. А остальные мышцы… Вот одна начинает болтаться, например, лобная болтается, смотри, сразу же нависает века, сразу же нависает вот здесь, и сразу носогубка. И вот мышцы лица, они крепятся к костям, так называемым мышцами свода черепа. Это лобная мышца, это височная мышца и ушные мышцы. Вот они как гвоздики крепят наше лицо. И если эти мышцы начинают опадать, вот, например, лобная, допустим… То всё плывёт, да. Вот, смотри, у меня сразу же и носогубка, и брылья, и сразу старое лицо. Видишь, если я это поднимаю, молодое лицо. Именно хирурги, вот именно эти мышцы подтягивают. Именно их, это самые главные мышцы. Их нужно всё время держать в тонусе, потому что можно сколько угодно заниматься гимнастикой лица, но если у тебя эти мышцы неактивные… Я даже вот могу показать фотографию, тоже пришлю, разница один день, где я болею, эти мышцы упали. И где после перелёта тоже эти мышцы упали. И на следующий день, когда я отдохнула… То есть делала комплекс? Да, комплекс, и их активировала, я их активирую каждый день, по несколько раз в день. То есть их надо вот именно… Это вот как раз упражнение на нейроны, чтобы у тебя мозг понимал, что эти мышцы должны быть вверху, и у тебя сразу лицо молодое, вот разница, да? И вот опять-таки вот они, эти брыли, вот она, эта часть висит, потому что вот здесь не крепится. И поэтому всё должно быть в комплексе. И важно очень, что для этого должен быть череп в нормальном состоянии, к которому это крепится. Потому что череп у нас из 23 косточек состоит, и они тоже двигаются, он искривляется. У нас должна быть шея, у нас должны быть лёгкие, которые кислород получают. Ферритин, который депо гемоглобин и гемоглобин, который переносит кислород для клеток. Потому что нету гемоглобина, клетки голодают, тело стареет. У человека нету сил вообще. Ну вот как, кстати, ты к капельницам относишься? Отрицательно, я тебе объясню. Смотри. Сейчас давай подарок подарим, который ты говорила, первый на лицо, а второй на комплекс. На осанку, да, потому что осанка – это как раз, когда мы держим всё наше тело в правильном положении, у нас поднята диафрагма. Вот, кстати, ещё очень важно. Мы когда сутулимся, у нас вот это расстояние сжимается, вот он, живот вываливается, лёгкие расширяются, грудная клетка, не лёгкие, а рёбра. И человек теряет талию, получает живот, и ещё придавливаются женские органы. Они спрессованы отсюда, боли примесячных. Кисты, кисты в груди и кисты там – это нарушение лимфодренажа. И гормоны вырабатываются хуже. Это женское старение. Особенно это после родов. У нас же нет послеродового восстановления. Соответственно, это всё прижато, соответственно, мышцы таза во дна расширены, начинают девочки при смехе, при чихании писаться, а с климаксом вообще уже ходят с прокладками. И самое главное, когда все вот эти органы прижаты, кишечник прижат, яичники прижаты, зажаты там печень, желчный пузырь – это всё идут воспаления, это всё хронические заболевания, иммунитет слабый. Ну и, конечно же, сразу же набирается лишний вес. Это пробка посреди тела. Пробка посреди тела. У нас не будет молодого лица, когда здесь пробка. Это как затор в раковине. Труба засорилась там, а вот этот мусор, он находится в раковине, он находится в лице, в шее. Запах изо рта и пережатые сосуды, которые питают мозг. Мозг – это наш пульт управления, это наш водитель. Там у нас основные отделы мозга, которые дают команду на выработку всех гормонов, тех же надпочечников. И у тебя какой-то комплекс на всё тело. Конечно, я отстраиваю полностью с ног, потому что стопы – это фундамент тела. И второй подарок у нас будет начало. Да, второй подарок – это комплекс на осанку. Осанка в офисе. Это коротенький комплекс, он буквально 5-7 минут занимает. Подойдёт всем, да? Всем подойдёт. Особенно те, вот у нас очень многие сидят в телефонах, сидят за компьютером. И для блогеров, и для тех, кто работает в офисе. Кому угодно. Я его делаю, я даже, извиняюсь, по письме сажусь, я его раз-раз-раз делаю. Потому что присела, сделала, потому что я же тоже сижу в телефоне, у меня тоже компьютерная шея. Поэтому я каждый день этот комплекс один-два раза делаю за день. Он занимает, ну, где-то 4 минуты где-то он меня занимает. Я всё время расправляю. Грудь расправляю, спину, вот, ну, чтобы вытягиваюсь. Потому что мы всё время вот туда, всё время туда. Нужно обратно. То есть мы 8 часов или там сколько там, 16 часов вот так, а нужно вот так. Мы должны постоянно вот тело наше возвращать в естественное для него положение. Поэтому обязательно пишите комментарии, что писать в комментариях. Инсайты, свои истории. Почему должны вы именно получить подарок на красивое, свежее, молодое лицо и подарок на осанку. Вот эти интенсивы, да, ты сказала, и это есть всё в твоём курсе, да, полностью, как всё омолодиться. Где это вообще искать, если я захочу пройти программу? Ну, смотри, а вот эти вот коротенькие комплексы это чтобы попробовать, а так, конечно, у меня есть своя система. Как я уже сказала, это либо марафон, либо группа, где я индивидуально веду полностью человека. Две ступени, первая ступень тела, второе лицо. Это можно найти либо в моём телеграм-канале Вандермаша. Мы описание укажем. Либо в запрещённой соцсети, которую я очень люблю, там убитаю, и там я есть. Все ссылки будут в описании, смотрите. Я у тебя ещё задала вопрос про витамины. Ты вообще развеиваешь, блин, все мои мифы. Я делаю иногда капельницы. С железом или с чем? Ну, вообще, там, для молодости, антиэйдж. Смотри. Ты как к этому относишься? Я недавно смотрела, витамины хорошо, они должны быть. Например, витамин D должен быть обязательно. И вот на него можно делать анализ, но витамины все всегда нужно проверять по анализам, по общему анализу крови. Я вот недавно смотрела подкаст про витамины, и, конечно, это очень большая такая индустрия, многомиллиардная, для того, чтобы делать деньги. Потому что авитаминоза в нашем мире уже практически не встречается. Потому что, как сказал там человек, встречали ли вы человека с цингой или колтуном в голове? Не встречали. Это мореплаватели, которые там на одних сухарях годами плавали, были раньше. Сейчас у нас нормально витаминов. Нормально. Другое дело, что тот же дефицит витамина D, который нужно с К2 принимать, за этим нужно следить. Вот витамины, они разные. Они есть растворимые, водорастворимые, и они выводятся с телом. Например, если там те же витамины группы B с телом выводятся у нас из организма, если витамины группы B, если ты их принимаешь больше, чем надо, они у тебя выведутся, то есть они достаточно безопасны. У нас же как все берут и хавают всё подряд. Даже анализы не сдают. Или там все комплексы для женщин, для ногтей, для это. Для молодых. Ничего там напихано, сочетаются они или нет, никто за этим не следит. Поэтому вот, пожалуйста, начинают пить эти витамины, и хорошо, если это водорастворимые типы витаминов группы B. Они не останутся в твоем теле. Но если это жирные витамины, например, та же омега, тот же витамин Е, А витамин. Что ещё у нас? Допустим, все пьют, например, часто омега-3, омега-6, омега-9. У нас и так переизбыток омега-6 и омега-9. Омегу-3 ещё можно пить, но хорошие витамины. И чётко соблюдать дозировку, иначе печень твоя сразу засоряется. Потому что эти жирные витамины, их бывает переавитаминоз, и это очень сильно бьёт по печени. Их вообще нельзя переизбытки. Поэтому их вообще чаще всего, если ты хорошо питаешься, если ты ешь один день рыбу жирную, один день ты ешь мясо, один день ты ешь потроха, печёнку какую-нибудь, куриное сердечко, морепродукты, если ты ешь, капусту брокколи, если ты ешь, у тебя витаминов достаточно. Витамин С, кстати, который все так любят, его достаточно в пище. В той же капусте брокколи его очень много. В общем, и это не нужно. Это не нужно, иначе ты просто себе слизистую кишечник или желудка сжигаешь. Очень много, вот когда я слышала тоже врача, которые после ковида приходили все с язвами желудка, потому что все кидались этим витамином С, а он просто разъедает желудок. Его можно пить только в жидкой форме, либо аскорбат калия, и то, если ты нормально питаешься, у тебя нету витаминоза. Нету. И вот запомните, в брокколи его больше, чем в апельсинах и лимонах. Это важно. Я сейчас еще скажу. Есть еще витамины, металлы. Магний, цинк, медь, марганец и железо. Вот если магний, нам нужен постоянно, и магний в форме цитрина или хилатной форме можно пить каждый день, только не с кофе. Он не усваивается отдельно. Витамины, кстати, отдельно от кофе. И вообще кофе лучше пить через час до еды или за час до еды, иначе не усваиваются многие витамины. А так кофе антиоксидант, без молока, только без молока, без сахара, без молока, вот простой кофе. И оно сушит, поэтому с водой. И хороший кофе, нерастворимый. Тогда это полезно. То, например, тоже железо, если у тебя недостаток железа, это значит сбой в организме. Надо искать, где идет кровопотеря. Что не так? Почему не усваивается ферритин? Скорее всего, это щитовидка. Либо у тебя не вырабатывают гормоны, которые помогают усвоиться ферритину. Опять-таки, если мало ферритина, пожалуйста, потроха, кушайте печенку, там больше всего его, и проследите щитовидку, потому что щитовидка плохая, не хватает ферритина, он не усваивается, не усваивается ферритин, щитовидка летит. Это за кольцом, то есть это с хорошим эндокринологом нужно. То есть вот тут нужно за этим следить. И кушать мясо, кушать потроха, кушать фуагра. Фуагра очень хорошо, там много икра, там очень много ферритина. И можно, господи, как спирулина. Спирулина, вот её пить, тогда ферритин поднимается. Вот. Если гемоглобина, нет железа, то это повод идти к врачу и смотреть, что нарушено в организме. Как правило, это какая-то кровопотеря, либо опухоль, где много крови нужно. То есть обследовать. Потому что просто так, это жизненно необходимый микроэлемент, просто так его не хватать не может. Что же происходит у нас? Я, помню, в Москву пришла в клинику, она такая, ферритин низкий под капельницу, и железо мне. И это сейчас такая популярная процедура железа. А железо, железо, оно оседает на органах. Допустим, того же цинка, ну, во время болезни ещё можно попить, но в целом цинка, меди, кальций, его достаточно в продуктах, если ты правильно питаешься, у тебя нормально работает ЖКТ, желудочно-кишечный тракт. И если ты пьёшь железо, особенно обычное железо, или делаешь капельницу, оно оседает на органах и разъедает их. У меня тоже, у меня хорошо, вот я когда блогер, я же получаю обратную связь. У меня у девушки не было железа, ей начали уколы в попу, у неё стала гнить попа, железо, потому что это как ржавчина. У неё пошли жуткие аллергии, и они очень долго не могли вылечить, у неё началась инвалидность, у неё органы начали страдать. Просто уколы в попу. Железо. Это вообще очень опасно. Поэтому, если ты капаешь безобидной глюкозы с каким-нибудь витамином В, то ты, по крайней мере, хотя бы себе не навредишь. Ну, глюкоза никому там лишней не бывает, витамин В, пожалуйста. Кто как хочет, так и развлекается. Потому что вместо того, чтобы просто хорошо питаться, я не думаю, что ты голодаешь. Я не думаю, что ты скудно питаешься, знаешь, на одном рисе и воде. Просто это такой шаблон, знаешь, поставить себе побольше, чтобы выглядеть получше. Шаблон этой многомиллиардной индустрии, как и ботокс. Согласна. Поэтому, друзья, обязательно делайте чекап и прям сдавайте анализы, чтобы понять, каких вам витаминов не хватает и принимать именно те витамины, которые вам прописал врач. Давай я скажу, что можно прям точно. Витамины группы В не навредят. Магний. Магний, он каждый день нам нужен, и он не задерживается в организме, его нужно. Периодически пропивать витамины группы В, но циклами. Омега-3 хороший витамин, импортный, да, известного бренда, ну, тысячу единиц. И в целом, и какие-нибудь можно там куркуму попить, вот спирулину, вот такие травки. И в целом я бы на этом вот остановилась уже. Чтобы, короче, чтобы усваивались витамины, следите за желудочно-кишечным трактом, это гораздо важнее. В завершение подкаста давай вот таких пять топ-лайфхаков от Маши, специалиста по естественному омоложению. Понятно, что надо к тебе на курс, чтобы это всё правильно, гармонично пройти. Но вот какие-то вот рекомендации, чтобы зрители могли уже сейчас сделать. Слушай, ну давай начнём с психологического здоровья. Не делайте то, что вы не хотите, не живите с тем, с не хотите, не общайтесь с тем, с кем вы не хотите. Перестанете быть терпилами, быть в постоянном стрессе без энергии. Это сбивает весь организм. Это самое главное. Ваше психологическое здоровье. Идите к психологу, медитируйте, уходите от нелюбимых, даже если у вас общая ипотека, и вы боитесь, что вы не справитесь, справитесь, и жить дольше будете, и красивее будете. Убирайте токсичное окружение. Это первое. То есть психологическое здоровье, стресс, живите свою жизнь, вы не можете изменить мир, вы можете изменить свою жизнь. Режим вот это вот. Отсюда вытекает второе – спать. Нашему организму нужны силы восстанавливаться. Ложиться до 11 часов вечера и спать минимум 8 часов. Это мега необходимо, иначе вы просто стареете. Алкоголь, курение. Ну, это просто вот, как мне говорят, а ты вообще не пьёшь, а как же ты расслабляешься? Даже бокал вина. Вот, даже бокал вина, да. Алкоголь – это яд. Даже бокал вина. Не бывает безопасной дозы. Каждый ваш алкогольный бокал вина, он не бывает для здоровья, он бывает только для того, чтобы нарушить ваше здоровье, ваши сосуды и так далее. Это стереотип, что для того, чтобы веселиться, нужно вино. Мне 46 лет, я не пью и прекрасно веселюсь. Наоборот, если мне хочется вина под мясо, я люблю вкус вина, и вот всё веселье пропадает. Вот для меня это каждый раз. Я такая, ну ладно. И в следующий день я полностью разбита. Просто организм уже настолько привыкает, настолько уже замучен, что он даже не реагирует. То есть алкоголь, курение – это канцерогены, это ваш экспресс в онкологию. Причём она выскочит где угодно. Вот поэтому курение, алкоголь мы убираем. Не есть сахар. То же самое. То же самое. Старение на клеточном уровне, кстати, есть гайд «Молодость», можно написать «Молодость» мне в директ и сразу же получить бесплатный гайд, я там рассказываю все пункты межклеточного старения, вот как клетки стареют, почему они стареют. И вот сахар – это одна из сильнейших причин. То есть это очень вкусный яд. Считайте, что вы едите мышьяк. Вот сахар, его достаточно в продуктах, поэтому добавленный сахар, мы убираем. Естественно, никаких тортов, ничего. И как только вы привыкаете его не есть, я не могу без сладкого. Вы заедаете стресс, возвращаемся сюда, первое. Второе – у вас кандида, нарушенная микрофлора. И она глистая, вот это всё требует сахар. И как раз последний пункт – это микрофлора кишечника. Это в медицинах, по-моему, в европейской, это отдельный орган. Вы все знаете, что бывает, когда у вас нарушена микрофлора после антибиотиков. Ну, это летит всё, иммунитет, всё. Если у вас хорошая микрофлора, вы правильно питаетесь, разнообразно питаетесь. Вот все долгожители – это хорошая микрофлора. Это даже не горный воздух, как принято считать, разнообразное питание. Вот микрофлора кишечника. Это сильнейший фактор здоровья и молодости. Вот они основные. Ну и давай ещё добавим шестую осанку. Осанка. Физические нагрузки и осанка. Нет осанки, всё забивается, всё скукоживается. Вот шестой. Наверное, вот так. Ну, ты потрясающе, Маш, выглядишь. Спасибо. И скажи мне, есть ли секс после сорока? Ещё какой. Ещё какой. Как проходит твоя вот сейчас жизнь, можно так сказать, романтичная? У меня есть аккаунт даже, я описываю свои свидания, езжу по миру, хожу на свидания, люблю молодых мужчин, потому что они не занимаются моим комплексом, и после двадцати семи начинают полнеть, стариться, буреть. Я не люблю, я люблю красиво, когда молодой, когда свеженький. Если вы хотите выглядеть молодо, заниматься сексом сорок шесть молодыми, красавчиками, срочно всем к Маше на курс. Слушай, ну я, кстати, залипаю на твоём аккаунте по свиданиям, мне очень нравится, это всегда так интересно, как сериал. И вообще круто, что ты, ну я видела твои фотки до-после, да, что ты как из некрасивой девочки, как ты говоришь, поменялась и превратилась в сексуальную, красивую, любящую, любимую, которая живёт своей жизнью, путешествует. Я сама кайфую, знаешь как? Наконец сбылась моя мечта. После сорока. Мама говорила, после сорока твоя жизнь закончилась. После сорока лет я стала жить жизнью своей мечты. Любимая работа, куча поклонников, внешность, которая мне нравится в зеркале, яркий секс, кстати, яркий оргазм, этого всего не было. Это всё было где-то там, в прошлой жизни. Сейчас это у меня есть жизнь, и поэтому я это люблю очень. И я считаю, что мы рождены для того, чтобы прожить эту жизнь счастливо. Это самая главная наша задача. Больше другого смысла нет. Мы счастливы, и когда мы счастливы, вокруг нас мир лучше, а когда вокруг каждого человека мир лучше, весь мир становится лучше. Согласна. На этой прекрасной ноте мы заканчиваем. Благодарю, что пришла, поделилась. Аккаунт Маши и Телеграм, и Инстаграм мы укажем в описании, поэтому подписывайтесь и не забывайте комментировать, чтобы получать подарки. Пока-пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!